здравствуйте друзья сегодня у нас 19 июня воскресенье сегодня в америке интересный праздник называется день отца в этой связи хочу поздравить всех настоящих и будущих отцов среди зрителей моего канала с этим праздником здесь его отмечают основательно ну а также на всякий случай поздравлю любящих жен этих самых отцов чтобы отцы приносили вам дорогие женщины счастье и радость ну а теперь перейдем к делу хотя воскресенье но новости сегодня хорошие начать я хотел со слова заместителя министра обороны соединенных штатов по вопросам политики колен хахл это так если по буквам его читать фамилию если читать как американцы то будет звучать несколько некрасиво он выступал на конференции в центре новоамериканской безопасности в вашингтоне и в основном речь шла о китае против против насчет противоборства 21 века глобального противоборства и господин кахл пухгал китай украины по его словам потенциальные противники и агрессоры во всем мире смотрят на глобальный ответ который дает цивилизованный мир западный мир агрессору россии которая напала на украину по словам господина кахла любим любой акт агрессии китая против тайваня вызовет глобальную реакцию подобную реакцию альянса западного альянса против вторжения россии в украину ну надо признать что по крайней мере на данном этапе возможно многие скажут что слова заместителя министра обороны несколько преувеличивают реальное состояние дел потому что есть масса людей я думаю что их больше чем тем которые удовлетворены той помощью которая оказывает западный мир украине но об этом мы по об этом мы поговорим несколько позже но главное здесь заключается в следующем что на примере фактически предсказывая поражение россии в агрессии против украины сша пугают этим китай и пусть это аванс будет то что сказал замминистра обороны сша но теперь он сказал теперь придется это выполнить и теперь всегда можно напоминать представителям администрации сша вы помните чем вы пугали китай но если вы это не выполните вам же стыдно будет и и пугать будет нечем и если вы не окажете необходимой помощи украине вы провалите всю свою стратегическую операцию в отношении китая таким образом вот эти слова они публичные они записаны то что записано не вырубишь топором как говорится мы можем поймать заместителя министра обороны сша за язык следующая новость но они знаете я хотела против остановиться только на одном аспекте этого речь идет о войне о визите бориса джонсона в киев и многие удивлялись но зачем какой смысл вроде бы такой не анонсированный визит там конечно была и внутриполитическая состоявляющая в этом визите я имею ввиду недавнее голосование в британском парламенте в отношении доверия или недоверия правительству и не должны правительства лично борису джонсону а по поводу объявления о том что британи будет готовить сто десять тысяч солдат в течение трех месяцев но об этом мог анонсировать министр обороны или приехать сюда министр обороны но за вот этими цифрами мне особенно понравились эти цифры которые были анонсированы в ходе визита подготовка в британии 10 тысяч украинских военнослужащих в течение трех месяцев за этими цифрами стоит больше чем какая-нибудь одноразовая акция речь идет вот о подготовке той самой натовской армии в составе вооруженных сил украины укомплектованной украинскими военнослужащими о которой я вам говорил принципе намекал я на нее уже несколько лет назад пардон несколько недель назад но примерно месяц это насколько я понимаю высшие чины пентагона и нато военные чины пришли к выводу что для того чтобы вышвырнуть агрессора с территории украины мало просто поставлять военную технику вооруженным силам украины нужно чтобы эта техника работала в украине так как она работает в рамках в армии сша или в в армии нато в армиях нато а там совсем другая структура другой устав другая манера ведения боевых действий и так далее то есть речь шла о том чтобы но сначала я слышал цифру шла речь о подготовке пяти бригад укомплектованных натовским оружием украинскими военнослужащими действующими по натовским стандартам это должны были сделать и делается уже на территории европы сейчас судя по всему речь идет о гораздо больше больших масштабах а подготовки бригад украинских военнослужащих в рамках вот этого проекта мы уже с вами говорили соединенные штаты это анонсировали германия анонсировала буквально два дня назад об этом сообщила португалия причем она назвала конкретный проект где будет вести по его вестись подготовка украинских военнослужащих это управление танками леопард 2 и наконец борис джонсон великобритания то есть речь идет о с координированной программе в рамках нато по созданию вот этого ударного кулака который должен будет выбросить вышвырнуть агрессора с территории украины 10 тысяч солдат 10 тысяч солдат по натовским стандартам по американским это дивизия это три с половиной бригады но какая-то часть тяжелое железо железо техники уже поставлено вот генерал милле брюссель и несколько дней назад анонсировал что украину поставлено где-то 240 стволов половина примерно из них это м3 семерки остальные это различные гаубицы союзников по нато то есть 240 штук 240 штук а надо сказать что в американской бригаде американской армии то есть сухопутных сил вот этих м3 семерки насчитывается 20 штук то есть 240 которые были поставлены это достаточно для 12 бригад укомплектованных ну под бригадой что имеется ввиду дивизия американская там они разные есть пехоты механизированная бронетанковая нас это не волнует короче говоря в дивизии 3 ударные бригады и у каждой при каждой из них артиллерийский батальон который входит 20 м3 семерки и 9 этих самых млрс или или хаймарс так вот значит вот этих 20 240 штук которые уже поставлены и хватит на 12 бригад то есть два раза больше чем я сначала предполагал о чем шла речь речь нас изначально о пяти бригадах которые должны составить этот кулак то есть по идее великобритания готовят одну дивизию или три бригады и еще должны будут подготовить еще около 10 полноценных бригад я думаю что этим значит должны заняться по моему помимо британцев американцы и немцы возможно французы таким образом вообще американцы считают что контрнаступление можно начать успешно такое серьезное контрнаступление на донбассе можно начать тогда когда появится вот эти пять бригад но я должен вам сказать и дальше мы узнаем это сегодня же я вам расскажу о том что американцы и натовцы наученные горьким опытом они сначала делают что-то сейчас или сначала поставляют а потом об этом анонсируют и наконец-то значит они поняли целесообразность этому и это и это правильно то есть мы с вами разобрались м-3 семерки в украине которые уже поставлены достаточный для 12 полноценных бригад что касается химарсов то в бригаде их 9 штук то есть для пяти бригад нужно 45 поставлено пока 4 американцы в ближайшее время объявят еще четырех союзники из них британия германия каждой по 3 объявили то есть все получается около 14 вроде бы на подходе то есть надо еще минимум 31 и она будет поставлена и вот сейчас я вам расскажу то есть много разговоров рассуждений по поводу того по поводу подставки этой техники это вопрос сейчас номер один и мы уже затрагивали в последнем виде я затрагивал то ли мало то ли это мало или немало медленно это ли немедленно и вот генерал-лейтенант херлинг на которого я неоднократно ссылался в своих видео это отставной генерал он командовал дивизии свое время в европе он сам артиллерист он знает это дело досконально он сам занимался логистикой развертыванием артиллерийских систем под своим командованием знает это дело до мельчайших деталей и он порекомендовал для прочтения кто хочет ознакомиться что значит развернуть артиллерийские системы вот статью выдержку вернее конспект которой я предложу сейчас вашему вниманию я считаю что украинские политики и журналисты и вообще все кто рассуждает о поставках американской натовской техники в украину должны изучить вот эту статью с карандашом в руках и хорошо ее обдумать и тогда для них откроется совсем другая картина потому что написал эту статью человек который сам занимается поставкой в украину вооружение насколько я понимаю с первых же дней а может быть накануне российской агрессии в украину и так вся проблема значит вот он размер рассматривает вопрос о логистике поставки вооружения на примере четырех вот этих систем хаймарс который вот-вот уже на подходе а может быть они уже в украине но пока еще об этом не анонсировали по его словам поставка систем вот этих четырех хаймарс ознаменует значительное повышение способности украины дать отпор российским агрессором некоторые говорят жалуются что этого мало некоторые говорят что это слишком поздно вот сейчас он докажет что это не слишком мало и не слишком поздно ну и он так шутку шутит что вот те которые говорят что слишком поздно они видимо избалованы амазоном которым заказал ты сегодня а в течение в течение трех дней товар уже у тебя у порога ты его уже получил поэтому когда там говорят что для поставки чего-то хаймарсов каких-то надо три недели люди приходят некоторые в ужас и в недоумение на самом деле по словам этого американского военнослужащего идет нескачаемый поток с первых же дней российской агрессии в украину речь идет о системах вооружения расходных материалов боеприпасов запчастей горючего это доставляется ежедневно для этого для того чтобы наладить вот эту всю поставку а надо понимать и мы знаем уже об этом я вам рассказывал об этом что увы украина фактически вернее ее вооруженные силы в плане тренировки они были подготовлены это очевидно к отражению к агрессии но их не с государство не снабдило их всем необходимым в плане вооружений и боеприпасов то есть в первые же дней они испытывали острейшую нехватку и надо было организовать логистику для этого нужно было сделать хаб сделали его в польше город он называет город я его называть не буду на всякий случай но затем туда надо будет организовать было организовать мост и от польши это пришло потом до украинской границы через границу а потом нужно было организовать их поставку на поле боя таким образом чтобы россияне не могли их засечь эти поставки и каким-то образом уничтожить и надо сказать насколько я знаю из своих контактов связи которые которые осведомлены в украине об этом украинские военнослужащие и прежде всего сила особого назначения специальных операций которые заняты в этом деле они проводят блестящую работу по доставке помощи к месту назначения и несмотря на все это хвостовство представители российской федерации что там уничтожили что то здесь уничтожили по существу ни одна реально крупная система которая была поставлена в украину в процессе передвижения к месту назначения уничтожена не было по словам автора вот эта вся логистическая цепочка она сложна сама по себе даже в мирное время не говоря уже о ситуации во время войны и здесь важно понимать что этим занималась развитием этой логистической цепочки занимались не только американцы и другие союзники с внешней стороны огромную работу проводили вооруженные силы украины как я сказал силы специальных операций и он сказал вот пишет автор этой статьи что когда-нибудь когда настанет время а вот этой логистической операции можно будет написать просто замечательную книгу бестселлер потому что та работа которая была приняла проведена она она стоит того ну и например возьмем хаймарс предлагает автор одна система хаймарс весит 18 тонн это много но оказывается это ерунда и вообще если бы речь шла о поставке там четырех систем хаймарс и все нормально и пошло и начали бой оказывается это дорогие мои зрители совсем совсем не так поставка самой системы это так сказать только первый незначительный шаг дальше идет основное боеприпасы вот оно настоящее чудовище как говорится автор этой статьи капсула он называет а ракетная капсула я не знаю как правильно звучит этот профессиональный термин на русском или украинском языке короче говоря вот кто никто кто 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 не знаком с этим термином вот это типа как катюша грузовик а ним установлена пусковая установка из которой вылетает ракета то есть речь идет о вот этой надстройки пусковой установки ну буду называть ее пусковая установка так вот это боеприпасы для этой капсулы или пусковой установки который несет 6 боезарядов ракет она весит пять с половиной тонн и это только для одного залпа который вот простите я сказал две с половиной тонны весит две с половиной тонны и это только для одного залпа для несколько секунд стрельбы для того чтобы эти капсулы а снаряды по сала по поставляется прямо с вот этими капсулами для поставки доставки этих капсул боезарядов к установке необходимы грузовики хэмит грузовики мощные десяти тонны каждый грузовик тащит четыре капсулы в кузове если у него есть прицеп он тащит еще четыре то есть всего восемь и вот по его словам это является самым узким местом в снабжении хаймарсов систем и систем м270 которая поставляет или будет поставлять великобритания и германия таким образом за одну ходку вот этот грузовик один может доставить от десяти до двадцати тонн боеприпасов что достаточно примерно для одного часа стрельбы учитывая то что для перезагрузки снять эту капсулу поставить другую необходимо примерно пять минут может быть немножко больше чем одного часа потому что нужно будет передислоцировать эту установку между залпами дабы ее не накрыли не накрыл противник ответным огнем ну будем считать вот час стрельбы нужен грузовик который доставит от десяти до двадцати тонн этих боеприпасов этот час стрельбы одной установки грузовой самолет си-5 самый крупный транспортный самолет соединенных штатов америки говорят на практике то есть в энциклопедии не в энциклопедии в википедии пишется что его грузоподъемность примерно 127 128 тысяч 127 128 тонн но здесь уверяет что автор знает что на практике его загружает 140 тонн груза таким образом он может за один раз перевести 56 ракетных капсул это всего на 10 12 часов огня для одной пусковой установки то есть для того чтобы в течение дня что стреляли 4 пусковые установки нужно четыре этих самолета 4 рейса а а если будет как запросила в последние в последней просьбе через твиттер опу не просили если я не ошибаюсь 300 значит вот умножайте сколько необходимость самолетов си-5 в день для того чтобы обеспечить стрельбу в течение дня 300 этих установок то есть вам вам бы вы поймете что это на грани невозможного ну и понятно что если их возить эти боеприпасы через то есть воздухом при помощи с 5 то они станут золотыми просто по стоимости то есть приходи необходимо их поставлять по морю и они поставляются и поставляется уже давно но относительно давно я имею ввиду не 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 годы не десятилетия после начала войны корабли уже в океане и идут в направлению к европейским берегам и перевозят они и и бмп и эти эти самые боеприпасы по словам автора этой статьи только на отработку логистической цепочки о принятии для того чтобы быть способным принять эти боеприпасы у западной границы украины и доставить нужное место на территории украины ее вооруженные силы и силы специальных назначений потратили не менее трех потратили фактически три месяца а со своей стороны американцы и натовцы потратили те же три месяца для того чтобы наладить ее со своей стороны таким образом надо понимать что реальные действия по поставкам вооружений украину начинается до того как или министр обороны или даже президент сша объявят об этом публично надо понимать что это уже уже в процессе она уже идет почему не поставляли раньше так сказать вот с первых дней почему не начали поставлять хаймарсы с первых же дней войны да потому что невозможно было другие приоритеты были американские военные были в теснейшем контакте с руководством вооруженных сил украины и они плясали от потребностей вооруженных сил украины первой фазе войны нужно было поставить дживелины стингеры это прежде всего нужно было поставить масса других вещей как например каски бронежилеты автоматическое оружие в конце концов патроны в конце концов заряды 152 калибра и если ну а как я вам уже объяснил количество самолетов оно оно не бесконечное и возможности их перелетов и посадки в одном месте в польше не тоже не они 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 ограничены все это поэтому если бы начали поставлять боеприпасы хаймарсов самого начала то не было бы возможности поставлять дживелины и стингеры и каски с боеприпасами и так далее кроме того горючее все это время поставляется поставлялась и продолжается поставляться горючее все это идет вот в самых первых дней войны нескончаемым потоком то есть когда автор подчеркивает когда вам пишут или вы читаете что вот пакет на 700 миллионов 700 миллионов это стоимость вот этого то есть хеймарса там или или м какого-то количества м3 семерки а вот этого всего остального там каски бронежилеты горючее боеприпасы об этом никто даже не говорит об этом как я понимаю большинство людей даже не подозревает а без этого вот эта установка это груда металла которая ни на что не способна понимаете потому что ну какой толк доставили одну каретку этого боеприпаса выстрелила этот этот хаймарс один день и стоит и стоит ждет пока приедет следующий грузовик а грузовик ждет пока приедет си 105 поэтому прежде чем с чем они начнут стрелять я так понимаю они начнут стрелять тогда когда у них будет боезапас которым они могут ежедневно стрелять ну так часов десять двенадцать пятнадцать в сутки и этого боезапаса у них будет минимум там на 30 дней его надо создать и вот он в настоящее время и создается и вот по словам автора ежедневно десятки самолетов садятся в этом на этом аэродроме в польше и соединенных штатов канады великобритании италии франции и других стран эта операция является масштабной она продолжается и она шла полным ходом с самого начала войны и эти внимание и эти поставки всегда отражали самые большие приоритеты Украины плясали всегда от того что за что самое необходимое вооруженным силам Украины нужно сейчас и в каких количествах они украинцы сами определяли свои потребности и приоритеты в начале войны были другие приоритеты как я вам сказал надо было отбиваться джавелинами и стингерами и каски на головы и бронежилеты на туловище одеть но только недавно пришло время когда можно было и имело смысл запросить ракетные залпы ракетные системы залпового огня ну вот тут он полемизирует с теми кто жалуется что на доставку этих систем хаймарс уходит слишком много времени ну и подчеркивать я вам уже сказал фактически об этом что есть смысл поставлять эти системы тогда когда сначала поставлен большой огромный чудовищный запас боеприпасов потому что если она начнет стрелять начнется этот жаркий бой то надо сделать так чтобы этих запасов хватило до победы они чтобы они внезапно не закончили самый разгар боя дальше он полемизирует с теми что да то есть он ставит вопрос о том что начало стрельбы активной вот этих всех систем он должен сопровождаться практически бесконечным потоком ракетных капсул бесконечным понимаете в общем весь смысл состоит именно это потребуется не три недели может немножко больше но она уже над этим работа уже ведет самым активным образом но затем есть люди которые жалуются что объявленные четыре пусковых установок недостаточно но он говорит что понимаете что не сколько не объяви это всегда будет недостаточно но об этом говорил еще генерал остин министр обороны на последней встрече контактной группы по украине в брюсселе когда он говорил что во всех боях в которых он участвовал всегда ему казалось что у него недостаточно вооружения и боеприпасов ну вот значит автор отвечает что если вот эти четыре хаймарс они могут оказать колоссальное изменение на ситуацию в ситуации на востоке Украины если их установить соответствующими боеприпасами соответствующей дальностью на украинской территории он даже взял вот карту и очертил там круг эти четыре хаймарса они покрывают в состоянии покрывать весь всю территорию которую сейчас оккупировала оккупировал агрессор на востоке Украины всю абсолютно до границ Российской Федерации если обеспечить им бесконечный запас как пишет автор боеприпасов то они могут наделать там такого шороху что продвижение российское не то что продвижение возникает вопрос а удержат ли российские войска свои позиции когда эти системы четыре системы хаймарс начнут работать то есть разумеется он даже указал эту точку где их можно установить чтобы они покрывали всю всю территорию и значит громили противника находясь вне зоны поражения ответного поражения российской артиллерии ну надо понимать естественно что они будут перемещаться но все равно все равно то есть четыре по мнению а до этого говорил еще генерал Милли на последней встрече в Брюсселе что если квалифицированно использовать уже поставленные установки и вот эти четыре установки хаймарс это может произвести очень серьезные изменения в пользу Украины на поле боя таким образом как пишет автор в заключении подводит он итог вот это четыре установки объявления поставки четырех установок хаймарс а до этого было поставки началось то с чего М-3 семерки с восемнадцати сколько было криков ах почему по капле а почему всего четыре а не половину там или не полторы а почему в течение трех недель а не трех или тридцати лет там и так далее все что делается имеет смысл сначала поставляется очень маленькое количество для того чтобы отработать цепочку поставки и пока соответствующие специалисты из ВСУ тренируются по работе с этими системами в это время нараживается бесконечный поток поставки боезаряда горючего для хаймарс необходимо горючее всего необходимого для личного состава который будет это обслуживать с тем что когда придет время перевозится эта установка и начинается работа и тогда кстати автор подчеркивает что а кто вам сказал что вот четыре системы и это все или что это вот сто теперь уже сто восемнадцать артиллерийских гаубиц м3 семерки кто вам сказал что это все наладим подготовку специалистов украинских отработаем логистическую цепочку и все пойдет и все пойдет нескончаемых нескончаемым потоком таким образом по его словам соединенные штаты вместе со своими партнерами из вооруженных сил украины сделали много для того чтобы украине было все необходимое в этой войне для победы и по его оценкам эта поставка да даже вот химарцев он пишет сейчас исключительно химарцев уже она является удивительным вкладом военных усилиях а также а что касается сроков поставки то это просто чудо логистики и повторяю он пишет не о том что американцы там чудо логистики проводили потому что огромная и может быть самая рисковая часть рискованная часть вот этой логистической операции это перемещение вот этого всего включая боеприпасы и сами системы уже по территории Украины вот что мы имеем в качестве железа то есть подготовка вооруженных специалистов ведется боеприпасы завозятся в десятками тысяч для того чтобы обеспечить как вот пишет человек их бесконечный поток когда это понадобится необходимое же количество железа готово к поставкам в принципе в перспективе никто не устанавливает их лимиты в это же время Борис Джонсон слава Великобритании Соединенные Штаты Германия Португалия и по моему Франция в этом еще участвует она тренирует людей в в использовании в управлении системами системой Цезарь они готовят как минимум пять бригад в составе которых эти все системы будут работать потому что ну вот иногда я не артиллерист но из того что я читаю я понимаю вот в чем проблема возможно состоит многие когда зрители там или наблюдатели скажем так когда они считают прикидывать сколько американ натовцы должны поставить Украине систем они считают что вот у нас линия фронта вот столько-то там километров там 2000 или 1800 и так далее и как во время второй мировой войны нужно там вот такое-то количество орудий на километр или же вот у России столько там этих систем мы должны один к одному у американцев у американцев у натовцев так не делается бригада это там своя я вам говорил там пехотные моторизованные бронетанковые штурмовые бригады и так далее у них там у них там все есть что необходимо плюс к ним приставлено артиллерийский батальон к этим бригадам с теми значит цифрами которые я вам назвал вот идея вся стоит в том чтобы создать такие бригады которые будут не просто там отдельная пушка в поле стреляет и все ну и стреляет а что дальше ну выстрелила и что дальше то есть это все должно быть интегрировано должно быть управляться по натовским стандартам и работать по их лекалам и вот все это к этому и ведется значит Борис Джонсон назвал три месяца для подготовки вот этой дивизии трех с половиной бригад но я думаю что параллельно американцы и немцы делают то же самое я предвижу что мне напишут в комментах ой опять ждать значит три месяца и так далее когда изначально я услышал о подготовке от этой идеи о работе над созданием этого ударного кулака речь шла о том чтобы постараться завершить нанести удар до начала зимы где-то до декабря месяца решительный серьезный удар я очень надеюсь что так это и будет мне когда я первый раз об этом сказал а это было несколько дней назад тут же начали писать ох это же нам еще ждать три месяца расисты стреляют и так далее не не ну для пока не будет готова эта группировка значит контрнаступление полномасштабного насколько я понимаю нет смысла начинать но как вот пишет профессиональный человек эти поставка только четырех хаймарсов она может радикальным образом приструнить агрессора восточной Украине ему будет уже не столько до наступления и обстрела населенных пунктов Украины сколько ему надо будет думать о собственном спасении то есть я это вижу так поставляется эти хаймарсы я не удивлюсь если они уже на территории Украины находятся они начинают работать обрушивая шквал огня на агрессора восточной Украине и пока он там окапывается закапывается в это время происходит подготовка вот этого ударного кулака этих штурмовых там или как их нам называть бригад или дивизий то есть надо понимать в общем в заключении что железо по крайней мере с точки зрения гаубиц уже достаточно для трех с половиной дивизий натовского образца сейчас к этому компоненту добавляется все остальное вот на этом позвольте закончить это видео слава Украине и вооруженным силам в Америке уверены что они вместе с Украиной не имеют право проиграть эту войну и с этим согласны по большому счету все на то чтобы там исходя из своих внутриполитических соображений временами не изрекали некоторые представители этих натовских стран победа господа друзья будет за вами Украина обречена на то чтобы выиграть эту войну и она из этой войны выйдет совсем другим государством всего вам хорошего желаю вам всего наилучшего с учетом с учетом с учетом окружающих вас увы обстоятельств главное пожелаю вам всем удачи мы все должны дожить и встретить с радостью победу до скорых встреч дорогие друзья до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч hor